Это второй урок из серии про анимацию NPC и игроков. Я расскажу в нем, как пользоваться редактором встроенным. Он находится в плагинах во вкладке, называется Animation Editor. Он идет в стандартной поставке Roblox Studio в 2019 году и никаких проблем. Вы запустили, у вас он уже есть. Итак, давайте попробуем анимировать вот этот блок, Animation Editor. Меня просят выделить какой-то объект, чтобы начать этими анимировать. Значит, просто парт этот вот не подходит. Ну окей. Так, давайте тогда создадим модель, которую мы будем использовать для анимации. Чтобы все прошло быстро, используем плагин RigBuilder. В первом уроке я уже показывал, как им пользоваться. Обязательно выбираем R15. Я в первом уроке не сказал, в чем еще загвоздка. Только для новых моделей классная фича, называется инверсная кинематика, может быть применена внутри редактора анимаций. Так что про R6 не забываем. Так, выбираем AnthroNormal. В принципе, больше так на человека похож. Своими пропорциями на анимации будет легче делать. Сейчас я его чуть-чуть подниму. Так, ну хорошо. Посмотрим, что в этом дамме, созданном NPC, есть. Есть гуманоид, есть гуманоид rootpart. Это как раз одни из необходимых деталей для того, чтобы у нас можно было использовать Animation Editor. Так, ну и гуманоид rootpart должен быть присоединен к другим деталям с помощью мотор 6D. Что-то такое. Ну, раз мы создали с помощью плагина, то у нас все должно совпадать. Итак, пробуем Animation Editor. Кликаем. Ага. Он уже говорит другую нам вещь. Не найдены анимации внутри нашего NPC-шника. Ну, внутри рига. Риг – это вот эта кукла, у которой соединены части тела и есть даже некие физические ограничители. Например, чтобы руку нельзя было сломать, там вывернуть на 180 градусов в локте и так далее. Такс. Давайте создадим Create. Справа вот видим, что появилась папка AnimSaves. Туда будут сохраняться анимации. Сразу говорю, что эту папку, когда вы сделали анимации, сразу удаляйте. Если вы сохранили и экспортировали свои анимации, она не нужна. Эта папка мусор. Она нужна только для того, чтобы редактор помнил анимации. Ну, или вы создаете новый плейс, особый плейс, где вы будете заниматься только созданием ресурсов и редактированием анимаций. Там, если вы это будете делать на одном NPC, эта папка имеет некую ценность. В ней можно сохранять уже готовые анимации. Так. Ну, давайте попробуем, даже не объясняя пока интерфейс, давайте сделаем простую анимацию. Мы видим меню. Так, я сворачиваю. Мы видим менюшку. Здесь таймлайн. Это как бы полоса времени. Вот эта штука, которая ползает голубого цвета. Она, помню, называется Scrap Bar. Из-за того, что есть вот здесь треугольничек, как на весах. Мы можем ходить по времени анимации от начала и до конца. По умолчанию каждый ролик анимационный длится 2 секунды. И вот здесь мы можем изменить эти 2 секунды. Например, сделать его 1 секунду. Видите, у нас таймлайн изменился. Уже 1 секунда максимально. Можно опять написать 2. Давайте пусть 2 будет секунды. Можно больше написать. А здесь текущее время. Где у нас этот Scrap Bar. Или Scrabble Scrabble Bar. Находится. Можно вручную напечатать. Мне кажется, двигать удобнее. Дальше. Сразу говорю, что это за кнопка. Эта кнопка переключает зацикленную анимацию. Которая, значит, вечно будет крутиться. Вы ее включили, она вертится, вертится. Например, махание рукой. Или один раз. Если кнопка не нажата, значит один раз. Если нажата, мы можем даже здесь нажать кнопку Play. И увидим, как вот этот вот бар движется. И продолжает движение. Убрали эту кнопку. И он останавливается в конце. И анимации больше не будет. Так, как же сделать анимации? Здесь перечислены слева части тела. Они сгруппированы. Что к чему крепится. Давайте попробуем. Сделаем анимацию правой рукой. Сначала какую-нибудь правая рука. Ну, просто поднимем ее. Не покажем, где солнце. А просто поднимем ее вправо, например. Так, ну, здесь стандартно видим бегунки для поворота. Но чтобы убедитесь, что вот эта кнопка справа, она показывает, какой сейчас режим у нас включен в редактирование. Его переключать кнопкой R английской. Вот я нажал R. Сейчас режим Move. Значит, мы можем двигать части. Можем нажать еще раз R. И уже тогда опять повороты. Так, ну, нам нужно руку поднять. Поворачиваю. И она поднялась. Так, ребят. Ну, я сделал что-то не то. Я забыл сохранить начальный кадр. Мне нужно, чтобы после... Чтобы анимация начиналась из стандартного положения, когда руки вниз. Я сейчас схитрю. Правой кнопкой, я еще не рассказал, что это такое. Правой кнопкой делаю копировать анимацию. А, или... Ну, да. И удаляю эту анимацию уже готовую. Бэкспейсом или кнопкой Delete можно удалять. А можно правой кнопкой и вот здесь Delete. Так. Правая-правая рука. Вот она, правая рука здесь. Создаю ключевой кадр. Ключевой кадр. По ключевым кадрам как раз и делается анимация. Сейчас я объясню, что такое. Сначала создам. Нажимаю букву K. Выделяю ту часть тела, которая должна участвовать. Их может быть несколько этих частей тела. Ну, в данном случае я буду шевелить только правой рукой. Верхней частью. Кей нажал. Окей. У нас рука в нужном положении. Теперь я нажимаю... Ну, допустим, у меня анимация будет заканчиваться где-то на времени полторы секунды. Вот. Нажимаю здесь опять K. Ключ создался. Если я подвигаю вот так этот бегунок, то рука не движется. Ну, теперь я сделаю в середине где-то. Опять рука выделена. Окей. И появился еще один ключ. Я мог, конечно, правой кнопкой вставить paste. Ну, давайте я вам лучше сначала покажу, а про эти copy-paste я покажу. Итак, теперь посередине между начальным ключевым кадром и конечным ключевым кадром. Я могу изменить положение. Так. R-rotate. Да, все правильно. Могу нашу руку поднять. Вот я ее поднял. Как вы заметили, а, стоит мне изменить какую-нибудь другую часть тела, в том месте, где я изменил, на вот этой полоске, напротив той части тела появится этот ромбик. Это означает, что кадр с измененным положением или поворотом, углом поворота нашей детали. Ну, вот я вроде бы делал аккуратно, что только одну руку поверну. Так. Теперь можно... Это я вручную двигаю бегунок. Зажал мышку. Можно запустить. Окей. Если я поставлю здесь признак, что бесконечный, у нас он будет аниматься и опускаться. Но что-то не то. Как мы видим, что у нас много пустого времени после анимации. Так. Можно поставить курсор сюда. Здесь написано 1.6. Ну, давайте 1.6, чтобы захватить последний кадр. Ключевой. Чтобы он не стерся. Так. 1.6. Во. В принципе, кадры можно хватать и двигать. Вот, смотрите. Если я хочу подвинуть ключевой кадр, я могу его схватить и мышкой двигать. И это, конечно, повлияет на движение. Рука быстрее поднялась и медленнее опускается. Так. Но скорость движения, замедление в начале и в конце. Это все можно менять. Так. Сейчас посмотрим, где это менять. Вот. Easing Options. У меня есть урок про twin. Про twinning. Вот первый урок можно посмотреть. Или урок вообще просто про twinning. Там есть графики и объяснения, что такое easing. Ну, здесь сильно проще, конечно, все сделано в роблоксе. Здесь, смотрите. Направление сглаживания или там ускорения, или как плавности. Out. Это значит в конце движения. Применить вот то, что вот здесь мы сейчас... Я объясню. Это будет применено в конце движения. In Out. Это означает и в начале движения, когда рука начинает двигаться. И в конце. А In это значит в самом начале анимации применить. Так. Теперь, что же применять? По умолчанию стоит линейная. Линейная скорость движения. Это означает, что бы мы здесь ни выбрали, когда здесь стоит линейная, это совершенно не важно. Но, если мы, например, выберем Bounce, и давайте посмотрим, как у нас движется рука. Давайте лучше я Play нажму. И мы увидим, как в мультфильмах Диснея. Бам-бам-бам. Ну, смотрите, как будто у робота сработала пружина, и она сама попрыгала. И вам, причем, не пришлось совершенно никаких дополнительных ключевых кадров добавлять. Вот, получилось такое движение. Это здорово. Так. Еще раз. Easy Options. Давайте попробуем эластичный. Выберем. А Out. А, кстати, давайте Bounce оставим. И давайте In. Как бы на входе. В самом начале посмотрим, как. Следите вот здесь, когда начало. Вначале он пытается чуть-чуть поднять руку, он там прыг-прыг-прыг, и потом она поднимается. Ну, что-то такое. В общем, с изингом, конечно, вы сами поэкспериментируете. Это очень интересно, это классно. Мало кто использует. Может, и не знают про это. Так. А можно сделать In.Out. Это значит и в начале, и в конце. Такое вот будет заражение. Робот-паралитик или для зомби подойдет. Вообще отлично. Так, давайте все-таки мне самому интересно. In.Out. Вот давайте. Нет, так давайте. Out. Out. Значит в конце. И пробуем эластик. Эластик, ну, можете представить, что это какая-то к руке подсоединена резиновая ниточка, которая тянется. И вот эта резинка, она как раз пружинит. И как вы поняли, что я это настраивал для текущего сегмента. Для других сегментов, для вот этих, можно настраивать тоже все свое. Тоже правой кнопкой. In.Options. Вот и так далее. Видите, здесь, потому что по умолчанию, линейное движение. А можно для всех движений что-то придумать. Итак, и кстати, вот где у меня все это что-то изменено, изинг, там зеленым цветом начинает светиться. Ромбик. Так, ну давайте еще один изинг посмотрим. Констант. Чем отличается от линейного? Ага, понятно. Вообще не двигается. Ну не знаю, может быть когда-то это и нужно делать. Так, и кубический. Кубический это будет нарастать скорость. В данном случае, наоборот, замедляться. Так, ну на нашем примере не очень хорошо видно. Ну еще раз говорю, уроки про изинг и про твининг, посмотрите там подробно все эти графики, движения, ускорений. Я рассказывал, у меня по-моему два или три урока. И вообще в русскоязычном ютубе очень много. Окей, пусть остается, пусть остается паунс. Мне очень понравилось. Вот так вот. Окей. Давайте. Считаем, что анимация готова. Что мы теперь можем с этой анимацией делать? Давайте ее сохраним поскорее. Причем не перепутайте. Вот у нас есть меню вверху. Напоминаю, как я спрятал верхнюю менюшку. Вот так. Она мешается и занимает кучу места, когда вы редактируете. Можете запомнить горячую клавишу Ctrl F1. И она хлоп свернет. Еще раз Ctrl F1. Она опять ее развернула. Ну или мышкой. Окей. Так. У редактора анимаций, у него свое меню есть. Вот есть файл. New оно все сотрет. Ну конечно спросит. New. Вы уверены, что вы же все потеряете? Я говорю, отмена консоль. Мы должны еще сохранить нашу анимацию. Давайте save. Ну я назову правую руку вверх. Вот так. Она не совсем вверх. Но не важно. Где теперь у нас это все сохранилось? А вот в нашем Explorer мы смотрим дамми. Наш NPC, в котором редактировали. И вот как раз для этого папка используется. AnimSaves. Вот появилась еще папка правая рука вверх. И там всякие кадрики и так далее. Но вручную там менять ничего особо не надо. Это неинтересно. И еще раз говорю, что эта мусорная папка, она никуда не будет использована. Она хранится только для того, что если вы еще раз придете редактировать эту модель, вы сможете вот теперь сделать вот так. Например, new сделал. Все стер. Давайте даже из редактора выйду. Так. Вышел из редактора. Теперь опять в редактор захожу. Не то. Нажал. И опять в редактор захожу. И что? Анимации нет никаких. А я могу сделать файл. Load. И мне в списке очень удобно показывают. Правая рука вверх. Окей. Он загрузился. И можно теперь запускать. Но беда-то в чем? В редакторе мы запустить можем. А вот эту вот штуку мы в игре никак запустить не можем. Чтобы в игре запустить анимацию, обязательно ее нужно сделать экспорт. Экспортнуть. Нажимаем экспорт. Что же нам Robles говорит? Он говорит, давайте создадим новую анимацию. Давайте. У меня такой еще не было. Так. Кликаем. А можно переписать старую. Если бы я на любую из иконок кликнул. У меня там сколько? Четыре анимации было. Так. R. HandUp. И пишу здесь R15. Ну, на всякий случай. В description указываю, что для нового рига. Так. Окей. Загружается. Теперь, в принципе, вот если имеете вот такое число, можете использовать эту анимацию. Но сразу предупреждаю. Ребята, многие, в том числе в России, я очень надеюсь, что наши роблоксисты до этого додумались. Многие делают совместные игры. Группами. Когда вы в группе делаете игру. Группа экспортирует. Если вы сейчас находитесь в плейсе, который группа редактирует. Если вы экспортируете анимацию из редактора. Он, как бы, является собственно этой группой. Значит, все игры, которые принадлежат этой группе. Там можно использовать анимацию. Вот. А другие люди использовать ее не смогут. Ну, сейчас я никакой группе не принадлежу. Поэтому, в принципе, если вот этот код. А, давайте, кстати, этот код скопируем. И посмотрим. Заставим нашего NPC-шку пошевелиться. Дальше будут продвинуты некоторые темы. Но кто-то, может быть, и закончит урок на это. Слишком много. Не букв, а секунд. Окей. Так. Закрываем пока редактор. Вот у нас есть NPC-шка есть в дамме. У меня какой-то скрипт заготовлен. Что если кликаешь по вот этой вот штуке. То начинает анимация проигрываться. Так. Давайте анимацию сначала добавим. Где у меня анимации. В первом уроке я рассказал, почему и зачем я вот так храню анимации. Вы можете, кстати, в других местах. Когда я буду объяснять на уроке про анимацию игроков, плееров. Там все немножко хитро будет. Можно по-другому делать. Но, если вы храните анимацию в Replicated Storage, то они доступны для анимации игроков и NPC-шек. Итак. Это я создал фолдер папку. Можно без фолдера. Тогда будет валяться в куче. Советую создавать всегда папки. Итак. Создаем анимацию. Плюс. Вот у меня уже здесь есть. Animation. Давайте переименую ее. Write and up. Окей. Теперь мы должны посмотреть ее свойства. Properties. В нашей руке. И там, в анимации обязательно здесь должен быть ID. Номер вот этот. Вставляю из буфера обмена. Здесь всякая фигня. Нажимаю Enter. И, о чудо, фигня превратилась в ссылку на ресурс Roblox. Отлично. Видите, какой умный уже редактор Roblox. Раньше народ мучился. И я тоже мучился. Вырезали там. Так. Все. Вот здесь рука эта у нас есть. Теперь идем в скрипт. Скрипт у меня, по-моему... Так. Да. Вот. Сделал один скриптик. Про то, что как здесь работает... Так. Я вам расскажу. Так, так, так. Handep. Здесь у нас анимация называется Right Hand Up. Здесь я должен, конечно же, написать то, как в этой папке лежит. Ну, правильно, смотрите, первый урок. Это просто имя переменной. Как хочу, так и назвал. Можно одной буквой было назвать. Так. Ну и все. Кто хочет сам разберется, как этот скрипт работает, он примитивный. Просто кликаю на парт, на этот деталь. И у нас анимация включается на MPC. Если сейчас анимация пройдет, то я буду очень рад. Так. Ну и она у нас зацикленная. Я не помню, я так что ли оставил. Ну и ладно. Так. Все работает. Возвращаемся к нашему редактору. Плагины. Animation Editor. И он просит. Так, выбираем вот этот рик. Так, правая рука нам, наверное, уже не нужна. New. Ну, про Low Sape вы поняли, да? Сохраняется где-то у вас в плейсе, но это вы использовать не можете, пока не сделаете экспорт. А давайте попробуем импорт сделаем. Допустим, вы в группе редактируете. Допустим, вы в группе редактируете, и у вас здесь куча-куча классных анимаций, которые ваши друзья-товарищи сделали, и вы можете любую загрузить. Например, о, махание левой рукой. Ну, здесь видно, что у меня куча нехороших ключевых кадров сделано в самом начале, но и рукой машу где-то двумя. Так что в идеале нужно вот эти вот кадрики потереть и заново паблиш сделать. Так, смотрим, как он... Ой. Так, давайте я другой тогда импортирую. Вот у меня хороший. Так, почесать голову. Почесать голову левой рукой, по-моему. Да, левой рукой. Так, во-первых, свернем вот это. Здесь нам тоже, когда можно поменьше окошко сделать, зачем видеть все части тела, если... Так, запускаем и смотрим. Угу, простая одноразовая. Еще раз напоминаю, кнопка многоразовая. Нажали. Окей, почесали, хорошо. Так, что еще мы не смотрели? Ага. Приоритеты. Давайте я про приоритеты сразу расскажу. Вот меню есть у нас. Так, вот. Set Priority. Set Priority это приоритет для всей анимации. Вот давайте Set Priority и он дает мне выбрать. Четыре типа приоритета анимации. Вы можете сделать неправильный приоритет и ваша анимация никогда вы ее не увидите в игре. Что это такое? Смотрите, у каждой анимации, которая сделана в игре, в Роблоксе, во встроенных анимациях все это, конечно, присутствует. Есть такие типы. Самый главный приоритет это Action. Например, удар рукой, там стрельба. Чуть менее важный это Movement. Это когда вы двигаетесь. Например, смотрите, вы бежите, но вам нужно выстрелить. И у выстрела, у анимации, что правая рука там поднимается и там дергается от пистолета, у нее приоритет Action. И поэтому на бегу у вас рука поднимется и вы ее увидите. Если бы у вас у стрельбы был приоритет, например, Core, вы бы даже это не заметили. Просто вы бы сделали проиграть эту анимацию. Вот в первом уроке смотрите, я несколько анимаций сразу играю. И там приоритет у анимации с наивысшим приоритетом. Извините за тавтологию. Так что имейте в виду, для важных движений, которые обязательно должны быть видны, они должны быть проглочены каким-то движением, ну, шагов, бегом и так далее. Так, идлинг это вот тип ничего не делания. А Core это вообще, в принципе, вам, наверное, пользоваться особо и не придется. Это как бы самый нижний приоритет. Так что он будет покрываться всегда идлингом. Так что, скорее всего, вот Core вы вообще не узнаете. Но это нужно для движка Roblox. Итак, запомните. Action для вообще быстрых действий, которые важно показать. Movement это тоже важные штуки. А вот это совсем не важно, когда стоит ваш герой и чешет там себе. Вот. Окей. А, ну и как ставить-то, конечно, вот Set Priority. И вот у меня Core стоит. Так, что это у меня? Идлинг, конечно. Когда головой, голову чешешь, это, конечно, не оружие, не бег. Это вот делаем. Такой приоритет. Вот это важная штука. Так. Что у нас здесь еще есть? У нас... Так, выбираем. Про вот это меню я не говорил. Смотрите. Local Space. Вот Y нажимаем, здесь кнопка нарисована какая-то. Это специально для того, чтобы мы могли переключаться быстро. Горячие клавиши очень важны. Помните, я ключевые кадры создавал буквой K. Вот ее тоже нужно запомнить. Так. Ну, локальный Space. И это имеется в виду показывать координаты... Ну, не координаты. Вот эти вот гайды для поворота относительно мира нашего, вот World Space, или относительно уже повернутой детали. Локальный координат. Видите, он у меня как повернут. Можно еще повернуть. И вот видно. Это я Y нажимаю и переключаем сюда-сюда. Ну, чтобы вы знали. Конечно, очень хорошо, что есть и мировые оси. И локальные. Иногда важно. Или удобно относительно уже повернутое тело что-то там поворачивать. Дальше, следующая кнопка, это Rotate. Rotate. Нажимаем R или Move. Вот у нас в редакторе всего два режима. Либо в одном мы можем либо поворачивать, а если переключаем деталь, мы ее можем уже двигать. Двигаем стандартными такими стрелочками. Вот. Ну, чтобы не отрывать от тела, чуть попозже покажу. Ну, и так там ясно, как это не отрывать. Так. Просто двигаем. Ловер торс. А к нему был верхний подключен. Так. Ребята. Так. Окей. Да. Верхний. Понятно. Он же крепится у нас к нижнему. И поэтому относительно я, конечно, могу двигать. Вот. А если я двигаю более главную деталь, то с ней двигается все. И, как вы понимаете, здесь можно не только повороты делать, а движения. Поэтому можно на какой-то площадке. Она не ограничена, кстати, вот этим клетчатым полем. Можно уходить в любую даль. Можно делать анимированные сцены. Можно делать настоящие кассцены, как в мультфильмах. Ну, кто-то, кстати, в интернет выкладывает. Вот, зарубежный интернет. Очень много мультиков. Это прикольно смотрится. А если в вашей игре еще так круто сделано, то вообще супер. Вообще, кастомные анимации, это просто здорово. В первом уроке я вам показывал, что есть коды, ну, ID для анимаций, которые часть я тоже здесь использовал. Написанные Roblox. Ну, вы же их увидите в любой игре. А если вы сделаете анимацию сами, да еще и крутую, то, конечно, все будут удивлены. Так. Так, продвижение. Вот это одна из главных горячих клавиш. Move или Rotate. Потому что в основном этим пользуешься. Так, про это рассказал. Вот, Step. Что за Step и Free? Это Snapping. Это про то, как я могу двигать фигуру. Сейчас я могу ее двигать свободно. Так, вот Upper. Lower. Lower, Lower. Во, Lower Tors. Смотрите. Я сейчас нажал R, чтобы двигать. Я двигаю, и он очень плавно двигается куда угодно. Я могу нажать кнопку T, и он начинает двигаться через 0,2 стада. Видите? Такими шажочками. Тр-тр-тр. Еще раз нажал T, уже шаг через 1 стад. Он по кругу. Свободно, 0,2 и через 1 стад. Кстати, очень советую вам пользоваться, особенно при поворотах, все-таки какими-то вот этими шагами. Потому что перед этим я готовился к уроку, у меня такие позы йога получались у героя. Так вот, а если вам не нравятся эти значения, 1 и 0,2, можно нажать на эти три точки и задать интервал. Например, давайте здесь сделаем 1. А, понятно. 0,2 изменить мы не можем, мы можем только 1 изменить. Ну, давайте не 1 тогда сделаем, а, например, 5. Ага. И видите, переключаю теперь. Свободное перемещение через 0,2 и 1. А, понятно, ребят. Переключать его потом нельзя, он стирается. Так что мы его ставим вот так, например, 5. И вот он у нас выбран. И мы через 5 двигаем. Но стоит букву T нам нажать, клавишу точнее, он опять в стандартный вернется. Ну, что ж, справедливо. Так, что он еще дальше? Про приоритеты рассказал. Окей. Ну, осталось как бы более программная такая штука. Это вот Animation Events. Я в конце расскажу урока. Но скрипт не буду показывать. Это мы будем в продвинутых скриптах смотреть. Это вам не нужно пока. А вот классная штука называется... Так, давайте я анимацию обнулю. Вот классная штука. Она называется Инверсная кинематика. Это когда вам не приходится каждую деталь поодиночке сгибать. Сначала плечо, потом вот другую часть руки, потом там кисть и так далее. А что если, как в настоящих мультфильмах, ну, конечно, это не Motion Capture, а, например, вы потянете за эту руку, вот смотрите, и она не оторвется, как вот сейчас у меня оторвалась, а за ней потянется вся рука. Мы нажимаем Apply IK. Применить инверсную кинематику на все тело. Она сработает только на правильно сделанные фигуры NPC, где есть некие дополнительные физические ограничения на повороты рук и так далее. Ну, окей, у нас созданная фигурка с помощью плагина, поэтому здесь все идеально должно работать. Apply IK. Окей, да, все сделали. Теперь я свободно не смогу двигать руки, они не будут сгибаться. Ну, допустим, если я буду поворачивать как-то, или буду пытаться руку, ну, вот кисть, смотрите, я двигаю кисть. Видите, за ней тянется уже плечо. Здорово. Так, а если я ее куда-нибудь сюда тяну? Вот, тоже. Ну, ребят, это, конечно, говорить одно и показывать, нужно самим почувствовать. Это во многих редакторах анимации сделано. Это очень удобно. Это сэкономит кучу вашего времени. Оно, в принципе, не дает какие-то нереальные позы сделать, хотя я все равно немножко умудрялся нереальные позы делать. Так, но это мы сейчас, смотрите, двигаем, двигаем, а двигается только рука, потому что у нас режим стоит. Инверсная кинематика, body part. Это означает, применяется только к части тела. Ну, тут под частью тела, видимо, не видимо, а рука, понимается. Вот можно для ноги там сделать и так далее. Тоже посмотрите. Тут есть зависимость от частей тела, что к чему крепится. Но есть режим инверсной кинематики. Вот здесь стрелочку вниз небольшую нажимаем. Здесь есть для целого тела. О, и теперь видите, какая розовая штука. Здесь показывает, что теперь все зависит. Если я буду за эту ручку тянуть, которая текущая выделена, видите, она показывает, что за этой рукой потянется. И левая верхняя часть, и голова немножко движется, и верхняя часть тела будет двигаться, и даже нижняя часть тела торса. Так. Давайте мы вот что сделаем. Сразу бегу вперед. На нижнюю часть торса я нажимаю курсор. Выделяю, точнее. И нажимаю здесь пин. Видите, это такая, ну как, приколоть. Приколол ее к месту. Теперь, если я что-нибудь двигаю, эта часть тела не будет двигаться, она будет стоять. Но, самое забавное, если мы ее выделить текущей, мы ее можем двигать, как будто она не приколота. Так, Ctrl-Z, чтобы вернуть. Она все еще приколота, зато теперь двигаю руку. Руку. Смотрите. Я его пытаюсь потянуть. Верхняя часть тела движется. Видите, нижняя приколота, и ничего с ней не происходит. Это тоже здорово. Чтобы у нас человек оставался человеком, а не превращался в какую-то там трипичную куклу. Давайте эту иголку вытащим из ловер торса. И давайте попробуем приколем ноги. Ступню прикололи. И левую ступню прикололи. И теперь опять за руку тащим. О, видите, наша кукла начала шевелиться. Конечно, чтобы была анимация, нам нужно вставать дальше потом на следующую, создавать ключевую точку какую-нибудь, ну или просто шевелить всем телом. И видите, автоматически проставились ключевые кадры. Потом давайте двигаю еще куда-нибудь. Что-то у меня... Так, опять создаю ключевой кадр. Хватаю следующую руку. Так, ну сейчас будет, чувствую. Ну и вот можно запустить, посмотреть, что за безобразие получилось. Да, безобразие, конечно. Так, давайте я немножко сейчас опять обнуляю. Вы, наверное, заметили, что когда у нас инверсная кинематика используется, у нас появляются здесь такие пин, иголочки. Так. Вот я давайте сделаю опять apply. Иголки появились. А есть еще замочки. Что делают замки? Замками мы можем исключить анимацию некоторых частей тела вообще из импорта. Для чего это нужно? Смотрите. Вы, наверное, видели анимации в играх, когда бежит главный, ну там бежит NPC или герой и машет рукой. Но при этом он бежит. Вы знаете, что на одном NPC, на одном гуманоиде, можно проигрывать много-много анимаций. И можно сделать так, чтобы анимации играли одновременно. Например, одна анимация перебирает ноги, а вы вторую анимацию, когда надо помахать рукой, вы ее тоже включили play. И он машет рукой и, как бы сказать, и не влияет. Ноги продолжают вертеться. Не вертеться, а шагать, извините. Надеюсь, мысль вы поняли. Мы в продвинутых уроках, я думаю, что... В первом уроке тоже есть, кстати, про запуск и про смешение вот нескольких анимаций. Но там я не все рассказывал. Сейчас я считаю, что вот все нюансы про приоритет, это очень важно. Помните приоритет нашей анимации экспортируемой? Мы сделали вот этими замочками. Можно исключать, например, что левая, верхняя, правая рука, чтобы вообще не двигалась, ее движения не экспортировались. И по уму, где я делал... Давайте я сделаю импорт. У меня где-то там левая рука, да? Или так, поворот головы. Поворот головы, что за поворот? Влево поворачивает, да? В голову. В идеале я должен замками полностью все части тела закрыть, которые не движутся. Если я хочу, чтобы в это время, если другая анимация включена, чтобы он, например, гопака плясал там, чтобы ногами дрыгал, руками, и при этом моя анимация только будет двигать головой. Если же я эти замки не сделаю, и у моей анимации приоритет выше, получается, гопак перестанет танцеваться. У меня будет тело, вот как я здесь задал, стоящее, ну, понятно, в стойке, и голова будет вращаться. Поняли, да, для чего эти замочки? Так, ну и события остались. Про события, как их добавлять, я расскажу. Ну, в принципе, еще, смотрите, еще про ключевые кадры, например, говорю, что можно двигать сразу все точки. Вот, например, здесь мы что-то еще сдвинули, ключевой кадр. Так, вводим, вводим. Самок этот убрал. Я не понимаю. А, ну, давайте я ключевой кадр сделаю. Кстати, смотрите, я вот забыл сказать, что мы, когда выключаем невершенную кинематику, нас предупреждают, что все связи между частями тела больше не будут существовать. Хотите, что мы их удалим? Да, спокойно удаляйте. Они никак не повлияют на вашу анимацию, которую вы сделали. И потом, когда вы опять apply невершенную кинематику сделаете, они опять добавятся. Так. Во. Я нехорошо сейчас двигаю рукой, но, тем не менее... А, вот где. Понятно. Все создавалось по времени двойка. Ну, неважно. Давайте вот здесь я двигаю. Что-то у другой руки двинул, головой подвинул, подвигал. Нам нужно сдвинуть по времени, немножко дальше сделать. Мы одну точку, которая касается головы, ключевой айфрейм, мы можем щелкнуть и просто двигать вправо-лево. А если мы хотим сразу все двигать, мы можем сюда подогнать... Так. Выделить их нужно, что ли? Да. Нет, ребята. У меня что-то не получается. Только что... А, с контролом выделяю. С контролом. И теперь могу двигать. Вперед-назад. Пожалуйста. Также, если нужно... Например, вот удачное движение. Ноги, головы и так далее. Сделано. Мы хотим его повторить дальше. Что делать? Правой кнопкой выделили все, что мы хотим копировать. Правая кнопка. Copy Selection. Это значит, выделенные только части тела. И теперь вставим, например, курсор здесь. И делаем правая кнопка. Paste Selection. Вот эти же движения перенеслись и сюда. Конечно, ой, какая у меня веселая тут анимация получается. Так, что же еще по меню? Ну, Post Snapping это... Близко вот к этой штуке. Только здесь у нас на движение это все влияло. А Post Snapping это вот повороты и так далее. Но здесь я не могу изменить шаг 005. Этот шаг такой маленький, что когда я двигаю, поворачиваю что-то, я не вижу разницы, работает или нет. Show Tool Tips. Это показывать подсказки или нет. Пусть подсказывает. Хоть по-английски все равно нормально. Select Invisible Parts. Вы знаете, что внутри тела могут быть невидимые какие-нибудь с прозрачностью. Там части, которых не видно. Да, все равно можно галочку поставить и можно их двигать. Если у вас стоит. Ну, здесь ничего невидимого. Ну, кроме, там, по-моему, гуманоид Base Root Part. Так, Interpolation. Интерполяция. Используйте интерполяцию. Ну, мне кажется, она везде здесь используется. Я без этой галочки разницы тоже не заметил. Так. Приоритет я говорил. А, вот. Добавить время под курсором. Смотрите. У нас 2 секунды анимация. Как общее количество секунд, я уже говорил. Сюда кликаем и сколько нам надо. Пишем, например, 4. Сзади добавится. А если мы хотим сюда добавить секунды. Мы можем нажать правой кнопкой. Ну, здесь не нажмем. Да. Тогда Edit. Добавить время под курсором. Окей. Добавить и сколько секунд добавим. Давайте 1 секунду. Вот. У нас все раздвинулось. Так. Нет, у нас курсор не там стоял. У нас добавилось в конце. Так. Давайте еще раз попробуем. Тайм от курсор. Три. Нет, добавилось. А. Нет, я так и не понял. Ну, ладно. С этим разберемся. Или курсор. Так. Так. Добавление ключей я говорил вам. Кнопка ОК. Удалять текущий ключ. Ключевой кадр, на котором мы стоим. Бэкспейсом или кнопкой Delete. Здесь не нарисовано. Так. Со временем что-то у меня, ребята, тут не получается. Ну, в принципе, можно выделить. Можно передвинуть. Передвинуть, как я вам говорил, что выделяем и передвигаем немножко ключевые кадры. Если кто-то может меня поправить, почему у меня не сработала вставка. Вообще-то, на самом деле, у меня срабатывало. Не знаю. Не хочу сейчас пройти на это время. Кстати, вот есть такая стрелочка. Если вы не видите Animation Events, то вот можно этой стрелочкой показать и спрятать. Аналогично вот этой вот стрелочке работает, когда меню прятать. А Animation Events очень редко нужны. Сейчас объясню для чего. Сейчас мы вот к ним подходим и на них закончим. Давайте еще немножко посмотрим, что я там не успел сказать. Правая кнопка. Using Options мы смотрели. Delete Head – это удалить головной ключевой кадр. Ну, так, подождите. Нет-нет-нет. Delete – это да, это текущий кадр. Я про это уже сказал. Так. Так-так-так. Cut – это понятно. Cut и Copy – знаете, чем отличается? Когда делаем копировать и вставить, то на старом месте остается у нас то, что было. А если мы делаем Cut, то отсюда исчезнет под курсором ключевой кадр. Если мы сделаем Paste, он перенесется на новое место, а в старом он исчезнет. Так. Paste Selection – это вставить то, что было вырезано или Cut, или Copy. Easy Option мы делали. Change Duration – это вставить. Это надо посмотреть. Это переводится как «изменить длительность», продолжительность точнее. Так. Во. Вот это интересно. Reset Selected. Если мы выделим что-то, то и сделаем Reset Selected. Нет, вот так, через Control нужно. Control, клик, Control, клик, Control, клик. Это измененные кадры, где ромбик. Делаем правой кнопкой. Reset Selected. Все. Вот эти вот выделенные штуки, у них сбросились изменения анимации. Так. Так. А еще один вариант там есть. Reset Changed. Ну, сбросить те, которые изменились по отношению к ведущему кадру. Так. Ренейм Кейфрейм. О. С этим я не сталкивался. Но это вот сейчас, наверное, с событиями будет связано. Давайте события смотреть. Вот осталась последняя строчка. В общем, анимации вы уже на первых пяти минутах урока поняли, как экспортировать, как вставлять в игру. Ну, с нюансами будете разбираться. Все кнопки горячие я рассказал. Что такое событие. Animation Events. Ну, вы знаете, что события в Роблоксе, они иногда срабатывают. И на срабатывание этого события можно вызвать какую-нибудь функцию. Что можно самое простое. Вот пример приводят в Роблоксе, например. Какие события. Когда у нас идет человек, бегущая анимация. Когда он касается ногами земли, нужно вызвать событие ЦОК. Ну, не ЦОК, а топот, степ. И, кстати, можно определять, какого типа земли сейчас касается Humanoid Root Part. Касается, например. Из-за этого можно менять тип звука. Ну, на самом деле, в Роблоксе Humanoid, он же встроенный объект. В принципе, он это и сам делает. Что если вы по песку бежите, то такой звук и так далее. По доскам такой-то. Ну, я просто вам говорю. Так вот. На те кадры. Вот, допустим, вот этот кадр. Нога у нас опустилась вниз, и мы должны издать какой-то звук. Мы можем добавить сюда событие. Давайте назовем его Step. Step. И какой параметр мы передаем? Например, можно громкость передавать. Можно ничего не передавать. Параметр. Давайте десяточку передать. Что произойдет? Видите, здесь даже нет ключевого кадра никакого. Но именно когда время в анимации дойдет до 0,5, ну, до полсекунды, до половины секунды, здесь произойдет Step. Вот узнать его имя можно, поднеся сюда курсор. А в принципе, вот есть шестеренка, настройка всех событий. И мы события здесь уже видим. Так, давайте я еще одно событие создам где-нибудь здесь. Здесь не Step. Здесь делаем Hop, назовем его. А, если вы хотите еще один шаг добавить, вот смотрите, у нас же в анимации несколько раз мы топаем. Вот второй ногой где-то здесь топаем. Нажимаем вот сюда добавить ивент. Мы можем нажать сюда плюс. Либо создаем новое событие, либо используем то же самое. Ну, здесь параметр можем, правда, изменить. Это очень удобно, чтобы не печатать каждый раз заново. Если мы здесь ошибемся, допустим, первое событие сработает с этим именем, а второе нет. И когда мы, кстати, делаем перехват срабатывания событий в коде, отдельно как-нибудь на уроке покажу, мы указываем на какое событие срабатывать. Мы хотим, например, перехватывать, чтобы срабатывала функция только на события Step. А мы можем еще же какие-то другие события, например, сделать. Например, для чего вообще еще можно это сделать? Кстати, вот в комментариях напишите, мне интересно. У меня идеи такие. Например, у вас анимация разбега спортсмена, который с шестом прыгает. И есть какие-то во время анимации, ну вы как создатель, вы уже знаете в каких местах, вот он ногой оттолкнулся так-то. Если сейчас нажмем прыжок, игрок, то он дальше улетит. И чтобы у вас в вашу программу не вписывать какие-то константы, что сколько времени прошло, где там что-то произошло, вы просто добавляете в этих ключевых моментах, где нужно проверить, нажал игрок, прыжок или нет, вы добавляете вызов этих событий. Эти события будут добавлять там буст, ускорение вашему игроку и так далее. Но это такой пример довольно сложный. Если есть попроще, давайте мне в комментариях. Ну что, на этом вроде бы заканчиваем. Да, мне кажется, что я все рассказал. Про редактор встроенный. Мне он нравится, но тем не менее анимировать им довольно сложно. А, вот еще такая вещь, раз уж я начал про анимации говорить. Есть еще файл меню Import FBX Animation. Это импортирование анимаций из Blender. Это отдельная такая программа для создания 3D объектов. В ней меши создают, маски и так далее, всякие объекты. Я про Blender никогда не буду делать никаких уроков, потому что их миллион в YouTube. И они такие классные, есть короткие, интересные, на русском языке очень много. Роблокс тут даже ни при чем. Так вот, Import FBX Animation. Он работает так, где я не вижу сообщения об ошибке. Ну ладно, до этого выдавалось сообщение об ошибке. Она говорит, я поддерживаю импортирование BX анимаций только для фигурок, для ригов, которые созданы в Blender и тоже импортированы. Там должны быть определенные параметры, не параметры, а определенные объекты должны еще находиться и какие-то еще свойства записаны. Ну вот просто имейте в виду, что народ бывает, что, ну как бы немножко ворует анимации. Тоже очень много анимаций выложено именно в Blender. И они их импортируют в свои игры. Ну зря я говорю воруют. Может быть они сами в Blender делают. Так что я всем советую делать только свое. Чтоб ваши игры никто не забанил. Чтоб они могли стать коммерчески успешными. Чтоб все было классно. Все, на этом урок заканчиваем. Подписывайтесь, обязательно ставьте колокольчики. Вопросы задавайте в комментариях. Я вообще стараюсь отвечать на все вопросы в комментариях. Что еще? Ну рассказывайте друзьям. Пока. Продолжение следует...